Обыкновенно леденящий душу водителя свисток на этот раз звучал празднично. Александр Полотовский торопился по делам, готовится поздравлять жену с днём рождения. Сам подарков не ждал. Первая реакция – лёгкий шок. Делится автолюбитель. С женщиной-инспектором встречается впервые. Сначала думал, что нарушил что-нибудь, но не понял. Я стараюсь не нарушать, женщину первый раз остановили. В дорожно-патрульной службе не больше 20 инспекторов-женщин. Да мы в погонах вышли поздравлять с праздником всех мужчин за рулём. Сотрудники ДПС предпочитают останавливать водителей по приятным поводам, как сегодня, чтобы поздравить с наступающим праздником. В надежде на то, что садясь за руль, автолюбитель увидит такой приятный сувенир, вспомнит улыбку прекрасной представительницы автоинспекции и будет давить на педаль газа нежно, чтобы не превысить скорость. По статистике, мужчин-водителей больше, чем женщин и нарушает правила дорожного движения чаще именно сильный пол. Темперамент берёт своё. Мужчины, наверное, в силу своих гендерных особенностей, подвержены каким-то стрессовым ситуациям, более подвержены спешке и, в общем-то, как следствие, наверное, и нарушают правила дорожного движения чаще. И хотелось бы в такой непроизвольной форме сегодня, силами женского патруля, силами сотрудников женской половины дорожного патрульной службы, поздравить мужчин еще раз с наступающим праздником и пожелать безопасных дорог и спокойного стиля вождения. Инициативу ГИБДД самарцы восприняли на ура. Буду надеяться, что к 8 марта будет такое жеребье, я здесь еще раз проеду. Я уже буду ехать с подарком тогда, если меня остановит инспектор женщина. Свою лепту в пропаганду безаварийной езды внесли и юные инспекторы дорожного движения. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События.